Сергей Николаевич Рыбалко, член Союзописателя России, поэт, лауреат губернаторской премии имени Губина. Я сегодня хотел бы представить вам свой новый сборник знаменитой люди на Кавказских минеральных водах. Это своеобразный поэтический путеводитель по нашим городам Кавказских минеральных вод, где побывали знаменитые люди от Пушкина и до Михалкова. Книга предназначена для учащихся в учебных заведениях, как методическое пособие по литературному краеведению, а также эксплуатационных бюро и для всех тех, кто интересуется историей Кавказских минеральных вод. Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, первооткрыватель поэзии темы Кавказа, побывал трижды на Кавказских минеральных водах. Впервые он побывал в 1820 году в семье генерала Раевского. Здесь им были задуманы многие стихи, поэма, кавказский пленник. И я хотел бы прочитать стихотворение, посвященное Пушкину. Глазами Пушкина мы постигаем мир. Он вольно входит с первых дней в сознание, как солнца луч, как трав благоуханье, и потому он дорог нам и мил. Его душой мы учимся любить свою многострадальную Россию, с которой горевать нам не впервые и беды, и невзгоды выносить. Глазами Пушкина мы видим лик Петра, Полтавский бой, Бориса Годунова. И с гордостью мы замечаем снова, что дух России жив, как и вчера. Ее могущество и слава, и борьба. И, несмотря на тех, кому не имется, великую Россию остается, и в том ее завидная судьба. Не потому, что сегодня, в трудный час, когда нам кажется, что в жизни нет просвета, мы шепчем, открывая том поэта, как хорошо, что Пушкин есть у нас. Преемник Пушкина, великий русский поэт Михаил Юрьевич Нервантов, неоднократно бывал в наших местах. И, собственно говоря, Кавказ явился его второй родиной. И Кавказу и Лервантов посвятил много стихотворений, поэмы. Встреча с Лервантовым. Какая осень нынче в Пятигорске, Как яркие клёны в золоте своем. В заветный домик к Лервантову в гости Мы по ступеням каменным идем. Вдали за легкой дымкой тумана, Горя снегами в синей вышине, Стоит Эльбрус, былинным великанам, Левей Казбек, как всадник на коне. А рядом здесь, за шапками каштанов, Под Машуком белеют корпуса, И в бурке горца Царственный Бештау Собою подпирает небеса. Осенний день купает в солнце листья, И современник, видевший певца, Старинный клён, листвую золотистый, Встречает нас у низкого крыльца. И кажется, хоть в это трудновей, Что вот сейчас, не опуская глаз, Сам Лервантов откроет Настя ж двери, И руку всем подружески подаст. Закон Гор. Легенда о Лервантове. Храня заветы Древнего Востока, Ведя в войне с царем России спор, Имамы, проповедники пророка, Законы почитали Белый Гор. И был один, незыблемый для юга, Непререкаем для улов всех, Убить певца народного Ашуга, Считалось совершить великий грех. Но шла война, в Чечне, в боях жестоких, Участвовал, как доблестный пример, Слагающий блистательные строки, Поэта Пальный, русский офицер. Он, сосланный по царскому указу, Зла не таю на горцев, Но в бою, горя отвагой, Как орел Кавказа, Готов сложить был голову свою. Влетел скакун, свистела птица из шашка, Он рвался в бой, и, говорят, на нем, Тогда была атласная рубашка, Горящая, как зарево, огнем. В ущерях пули осами мелькали, И жалили смертельно на повал, Но в красную рубашку не стреляли, Ведь в ней Ашуга был, каждый это знал. Я верю той легенде, в самом деле, Ведь был поэт для горцев кунаком, И не в бою погиб, а на дуэли, От подлой пули пал под Машуком. Теперь все чаще думаю об этом, Ведь льется кровь на плите площадей, Коль убивать великий грех поэтов, То разве убивать не грех людей? И, говоря о мудрости Востока-Кавказ, Хочу я верить в твой закон, Костер вражды, потушенный до срока, В пожар войны не будет превращен. Лев Николаевич Толстой, Я начинаю любить Кавказ сильной любовью. Действительно, хорош этот край, дикий, В котором так странно и поэтически соединяются Две самые противоположные вещи – Война и свобода. Лев Николаевич Толстой, Бывал в Пятигорске, Служил на терике артиллеристом, Ему я посвятил стихотворение. Ты, Пятигорск, горячий ключ Кавказа, Твоей восхищенной красотой Писать здесь начал первые рассказы Артиллерист, поручик Лев Толстой. На берегу Подкумка в час заката Он видел в статном горце на коне Героя жарких битв Хаджи Мурата В косматой шапке с саблей чекмене. И рисовались образы, как в дымке джигитов-горцев, храбрых казаков. И в слободе солдатской Кабардинке Он слушал песни горских кунаков. Он изучал обычаи и нравы народов гор, что вольности полны, Сражались за нее в боях кровавых почти столетия длившейся войны. И, видя этот край непокоренный, как бы пронзая мыслью времена, Здесь размышлял он, думай, отягченный, Кому нужна кровавая война? Неужто человеку места мало здесь, на земле, Уставший от тревог, что для него, как сабля, Сакля тесной стала, И он враждует жаден и жесток. И вот теперь, когда прошло столетие, Вопрос все тут же ставится опять. Да коль народы на земной планете Друг с другом будут злобно враждовать? Великий русский критик Виссарион Григорьевич Билинский Побывал в 1837 году в городе Пятигорске, где встретился на квартире Сатина с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. «Кавказ», — писал Билинский о Лермонтове, — «был колыбелью его поэзии, и после Пушкина никто так поэтически не отблагодарил Кавказ за дивные впечатления его девственного величавой природы, как Лермонтов. Нам памятны Билинского слова о Лермонтове, так ушедшем рано, О, это будет русский наш поэт с Великого Ивана!» — колокольня в Москве. Русский композитор Михаил Иванович Глинка, подобно Пушкину в поэзии, стал первооткрывателем Кавказа в музыке, посетив Кавказские минеральные воды в 1823 году и написав в восточной мелодии знаменитую «Лезгинку» в опере «Лан и Людмила». Неудивительно, что современные горцы считают Глинку своим композитором, так же, как своим называют Лермонтова. Неповторимой музыкой Востока он был заворожен. Ущелье гул и шум лесов, и горный шум потоков в мелодии «Лезгинки» он вдохнул. В ней все кипит, веселье, дух свободы, в ней колорит восточной старины и темперамент горского народа, и бубно-ритм, и пение зурны. Еще никто так не пленялся с азом, и муза-гор была его удел, лишь он впервые красоту Кавказа так гениально в музыке воспел. Александр Алябьев, композитор, известный своим романцем «Соловей», посетил впервые Кавказские минеральные воды, город Пятигорск в 1816-1832 и в 1833 годах. Надо сказать, что еще при жизни Пушкина и Лермонтова им были написаны интересные, талантливые романсы на их стихи. А также сочинения, фактурная «Лезгинка», «Черкесская песня» и другие. В 1997 году в Пятигорске открыт дом-музей Алябьева. Слышу в шорохе ночей звуки музыки сквозь дрожь. Соловей мой, соловей, где ты ночью пропоешь? Эти звуки в тишине так ласкают и пьянят, Так волнует сердце мне, как цветущий майский сад. Словно вижу в сонме лет грусть сердечную тая, Излучающего свет чародея и соловья. О, Алябьев, твой удел труден, горьих был подчас, Ты в мелодиях воспел романтический Кавказ. Пушкин, Лермонтов не зря стали песнею твоей, Что над миром воспаря души трогает людей. О, Алябьев, образ твой с добротой умных глаз Льется музыкой живой, как божественный романс. Потому в тиши ночей я унять не в силах дрожь. Соловей мой, соловей, где ты ночью пропоешь? Великий осетинский поэт, демократ, художник и публицист Основоположник осетинской литературы Косталь Иванович Хитагуров Неоднократно был в Пятигорске, Высланный из Владикавказа царскими властями За свои политические взгляды И общественно-демократическую деятельность в Карачай Косталь Хитагуров вскоре переехал в Ставрополь, А в 1898 году в Пятигорске для лечения водами Затем он был выслан в Херсон Трудная была судьба этого поэта И в 1889 году на открытии памятника Михаилу Юрьевичу Лермонтову Косталь Хитагуров в Белой Черкесске Публично выступил со своими стихотворениями Перед памятником, которого он назвал поэта Предвестником желанной свободы Подобно мятежной поэзии Лермонтова и Некрасова Лирика Хитагурова искоменна больших гражданских чувств Косталь Хитагуров писал стихи и поэмы на русском и осетинском языках Поэзии и публицистики он защищал интересы городской бедноты Обличая носителей социального зла Сейчас произведения Хвоста Хитагурова изданы на русском и осетинском языках В пяти томах, изучаясь в школах, средних и высших учебных заведениях А также в осетинской национальной общении ИР Города Пятигорска, которого возглавляет Виктор Мисострович Вазаков Изгнанник, он боролся за свободу И не щадя в борьбе последних сил Желая счастья своему народу Он, как поэт его пророком, был Его слова звучат заветом ныне Для всех, кто ненавидит ложь, вранье Весь мир мой храм Любовь моя святыня Вселенная, Отечество мое Прославленный горесть Кавказа С открытым суровым лицом Подобно Шевченко Тарасу Он в жизни был смелым борцом Ни бедность, ни горесть изгнания Ни тяжкий смертельный недух За годы борьбы и страданий Сломить не смогли его дух Над грешным и страждущим миром И ствы непроглядной ночи Его осетинская лира Аккордами веры звучит Великий русский писатель Алексей Максимович Горький В библиотеке, имени которого мы находимся В городе Птихеворске Бывал здесь и в начале 20 века В конце 19 века И вот кавказская тематика В творчестве Горького Она отображена в сборнике рассказов по Руси Послушайте мои стихи, посвященные писателю Его душа, как бы и вестник В тоске металась, не рвалась Он шел в народ, слагая песни С бесправной жизнью не мерясь Эпохи сын своей суровой Он был поистине гигант Какой могучий мастер слова Какой блистательный талант Своим пером он Русь прославил Ей отдав ум, природный дар И в книгах людям он оставил Свой пыл души и сердца жар Его судьба, судьба России И потому его тома полны невыразимой силы Души и русского ума Великий русский поэт Владимир Владимирович Маяковский Бывал неоднократно в наших местах В Пятигорске, Весендуках, Кисловодске Кавказу Маяковский посвятил Сихотворение Баку Владикавказский флист, Тамара и демон Театр На сцене Маяковский Вот он как барс готов к прыжку В нем проступает нора в боксерский И в складках рта, и в леп песку И гордо высесть надо всеми Врагов он кроет мощью строк И басом в зал крываясь время Будит, как горных рек, поток Поэт-трибун и агитатор Враг твердолобости крутой Восстав в стихах на бюрократов Дает отжившему он бой Поэт Сергей Александрович Есенин Побывал на Кавказских минеральных водах Летом 1920 года С поэтом Анатолием Марингофом Есенин посетил Кисловодск, Есетуки, Пятигорск Лермотовские места И также домик Лермотов, музей Где оставил запись Книги отзывов посетителей За 1920 год Сергей Есенин и Марингоф 9 августа 1920 года В одной из автобиографий Есенин писал Из поэтов мне больше всего нравился Лермонтов и Кольцо Позднее я перешел к Пушкину Кавказу Есенин посвятил Сихотворение поэтам Грузии На Кавказе На Кавказе Баллада о 26 Батум Прощай Баку Неся судьбы тяжелый крест То спелым яблоком срывался То заросил в драку лес И подвергаемый гонениям Ты правде жизни верен был Крестьянский сын Народный гений Певец Бревенчатой избы В тебе нашли свои стоки Шукшин, Высоцкий и Рубцов Мы пьем есенинские строки Из животворных родников Известный русский писатель Алексей Николаевич Толстой Общественный деятель Академик Автотрилогии «Хождение по мукам» Петр Первый И многих других произведений Четырежды побывал На Кавказских минеральных водах Здесь в 1938 году Он, будучи председателем Пушкинского общества Посетив домик Лермонтова Стретился с известным Лермонтоведом Мануиновым Посетив главного редактора Лермонтовской энциклопедии Об этой встрече Мое стихотворение Листая Лермонтовский домик Из душной вырвавшись Москвы Он посетил поэта домик Дыша прохладной листвы И на скамье под клёно с водом С коллегой сидя в летней зной Услышал он экскурсовода Приятный голос молодой В толпе притихших экскурсантов Что шли гуськом в старинный сад Девя ораторским талантом Экскурсовод вдруг кинул взгляд На знаменитость И смущаясь, но не сбиваясь с речи той Нежданной встречи, удивляясь, изрёк А это вот Толстой И на мгновение пешим Как будто чудо увидав Застыли все в тени черешин Живого классика узнал И чтоб неловкостью развеять Мануилов, что сидел с Толстым Сказал Взгляните на аллею Вон клён с отлином золотым Он помнит нашего поэта Что по утрам сто лет назад Мундир набросив в эпалетах Сбегал с крыльца в цветущий сад Так всё внимание без смеха На старый клён переведя Толстого выручил коллега Слова уместные найдя Писатель сам потом смеялся Сказавши другу напрямик Рефлекс в товарище остался Что всё показывать привык Известный дагестанский писатель Эфинди Вансурович Копиев В 30-40-е годы Жил и работал в Пятигорске Где и похоронен На доме, где он жил Установлена памятная доска В годы войны Копиев Был военным корреспондентом Писал на русском языке Автор известных книг Поэт о Сулеймане Стальском И фронтовые очерки В 1938 году С писателем Семёном Бабаевским Основал Пятигорске Старейшее литературное объединение Слово При краевой курортной газете Кавказская здравница Из которого вышли многие Талантливые профессиональные литераторы Теперь литературному объединению Присвоено имя Копиева Стоял у истоков создания Краевой Ставропольской писательской организации В 1937 году Поэт, народный просветитель О, как любил ты Дагестан Ты был наставник и учитель Примером ты для многих стал Талант всегда большая редкость И тем он крепче и сильней Чем глубже ум Острее меткость А сердце искренней добрей Пройдя сквозь огненные годы Ты рано встретил свой конец Оставшись в памяти народа Как честный воин и певец Как жаль, что многое Как жаль бы многое теряем Того не ведая почти Что равнодушие проявляем Таким творцам, как Эфинди Известный лермонтовед Ираклий Лаварсавович Андродиков Бывал в Пятигорске неоднократно Он написал рассказ Загадка НФИ Посвященный Наталье Федоровне Ивановой Юношеской любови Лермонтова Который посвящен Большой цикл стихов И вот именно этот рассказ Принес Андроникову известность Позднее в 1959 году По его рассказу был создан кинофильм Загадка НФИ Андроников совместно с директором Музея Домик Лермонтова Селегеем Был инициатором зарождения И активным участником всесоюзных А ныне всероссийских Лермонтовских праздников поэзии Проводимых ежегодно 15 октября В день рождения поэта в Пятигорске Начиная с 1968 года Андроников исследовал многие Лермонтовские места в Москве Петербурге, Тарханах Ставрополь, Грузии И на Кавказских минеральных водах Ираклий Глорсакович Причастен к возвращению на родину Многих лермонтовских реликвий Он разгадал загадку НФИ Он Лермонтовым бредил и по праву Снискал в народе за труды свои Себе неувядаемую славу Звучат его сквозь дымку прошлых лет Живые, как ручьи в горах Кавказа С пластинах старых видеокассет О Лермонтове дивные рассказы Великий русский писатель Михаил Александрович Шолохов Академик, дважды герой Санцентрического труда Лауреат Нобелевской премии Побывал летом 1978 года В городе Пятигорске В санатории «Ласточка» На склоне лет он посетил Кавказ, Машук, Провал И Пятигорск старинный Откуда виден с высоты орлиной Эльбус двуглавый В ранне утро час И неизменно всюду перед ним Вставала тень великого поэта А за окном листвой звенело лето И небосвод, как дон, был голубым И Лермонтовской прозы аромат Его пьянил, как в юности когда-то Он им дышал, как дышит в час заката Ища живой прохлады старый сад Народный поэт Дагестана Расул Гамзатович Гамзатов В разные годы отдыхал и работал В Пятигорске, Железноводске И других городах Хаминго Поэзия Гамзатова отличаются Национальным колоритом Лиризмом Вне сильны традиции Кавказского фольклора Его произведения переделены На многие языки мира Он был лауреатом многих Государственных и международных литературных премий Героев социалистического труда Секретарем управления союза писателей России Председателем Дагестанской писательской организации Мне посчастливилось встречаться с Расулом Гамзатовым Еще при жизни Я бывал у него в Дагестане И там читал стихи, посвященные ему Певец Кавказа Седоглавы Он стал народной судьбой Он и сейчас в сиянии славы Нам светит яркой звездой Сегодня в залах рукоплещет Любви народной пиан Певец имен любимых женщин Гамзатов это Дагестан И сам бы Пушкин восхищался Прочитая его чеканный стих Пойдем он верно подписался Живи теперь средь нас живых Гамзатов это имя вечно И мы гордимся от того Что в этой жизни скоротечной Мы современники его Не потому ли в дождь и заме Скорбе опавшихся из земли Звучат как реквием Как память над целым миром журавли Песня журавли стала Самой популярной песней Которая исполнялась во многих Уголках земного шара И вот сейчас я хотел бы прочитать Также и стихи посвященные Якову Козловскому Который был переводчиком Роскова Гамзатова Фронтовым другом моего отца Вы с юных лет мечтали о Кавказе И вас манил поэзия и простор Судьба поэта, офицера связи Сроднила вас с писателями гор Пусть разменяли вы восьмой десяток Но молодо звенит чеканный стих И слитки слов, талант отпечаток Заключены в ларцах тесненных книг Хочу без комплиментов и пророчеств Сказать, что вы останетесь навек В поэзии, как лучший переводчик В сердцах людей, как добрый человек Народный поэт калмыкии Давид Никитич Кугультинов Неизменный участник Лермонтовских праздников поэзии Проводимых Ерлиона Петегорская Бывал часто здесь И он был участником Великой Отечественной войны В 1945 году Кугультинов За стихи, написанные в защиту Калмыцкого народа Несправедливо выставленного Сталина в Сибирь Был арестован на фронте И сослан в Норильск Где в качестве политзаключенного Пробовал 11 лет В 1956 году был реабилитирован Он автор многих книг На русском и калмыцком языках Издававшихся в стране и за рубежом В 1988 году в Москве вышло Трехтонное собрание его сочинений Он лауреат многих государственных И международных премий Доктор философских наук Секретарь правления Союза писателей России Председатель Калмыцкой писательской организации Умер в 2006 году Похоронен в Элисте С Давидом Никитичем Я был знаком еще со студенческих времен Он бывал здесь часто На Кавказских минеральных водах Ему я посвятил стихотворение В степи ковыльной ранним утром Где льют пюльпаны теплый свет Как джангарчи калмыцкий мудрый Стоит задумавшись поэт И снова прожитые годы В суровой памяти встают Война, ранения, невзгоды И склеветой неправый суд Десятилетие заключения Во глубине норильских руд Где нет надежды о возвращении Где вместо мыслей рабский труд Поэт-солдат Он не сломался Суров, взыскателенный строк От правды я не отрекался Звучит как мужество и топ Его отмеченного метой судьбы Ничем не запугает Его народного поэта Певца добра, чья правда мать Воздавший горечи насилия Не развидавший смерть в бою Он, как орел, расправил крылья Воспев калмыкию свою И над просторами степными Как будто жаворонка трель Легендой став Поэта имя Звенит как солнечный апрель Владимир Семенович Высоцкий Легендарный бард Артист театра на Таганге Побывал в 1979 году В сентябре в Пятигорске Мне посчастливилось Побывать на его концерте И я написал стихи Которые стали песней Памяти Высоцкого Уходят поэты Стихи остаются Уходят певцы Но их песни поются С волнением и болью Смотрю на портрет Не веря тому Что Высоцкого нет Что сердце его Оборвалось струною Над пошлым мещанством Над завистью злой Мне помнится вечер Когда он измотан Шутил хрипловато Я весь перемотан На дисках и лентах От Бама до Бреста Певцам из народа В народе есть место Уходят поэты Стихи остаются Уходят певцы Но их песни поются Но трудно листая Страницы газет Поверить тому Что Высоцкого нет Что больше не выйдет На сцену Таганге Хлопуша российский Страдающий Гамлет Москва олимпийская В красных знаменах Ты шла на Ваганькова Скорбной колонной Ты шла молчаливо От горя немея За песней своей И за правдой своей Уходят поэты Стихи остаются Уходят певцы Но их песни поются Булат Шалович Акуджава В октябре 1974 года Вместе с Ираклием Андрониковым Косином Кулиевым Расулом Гамзатовым Давидом Кугультиновым И другими известными поэтами Принимал участие В Лермонтовском празднике Поэзии в городе Пятигорске Где исполнял свои песни Под гитару Он участие в Великой Отечественной войне Автор многих поэтических И прозаических книг Среди которых Арбат мой Арбат Избранная проза и другие Булат Акуджава является Автором текста и мелодии Лирических песен В том числе и кинофильмом Белорусский вокзал Белое солнце пустыни и другие Он первый бард С арбатского двора Чьи песни под гитару распевали В застольях На привалах у костра На клубной сцене И в колонном зале Его негрумкий голос волновал Сердца людей напевом задушевным Он пел, как жил Он песнями дышал Не думая о славе совершенно Он понимал, что слава – это дым И потому не рвался в генералы Не зря его учителем своим Считал Высоцкий Бардов запевал Поэт годов суровых, фронтовых Которому нужна одна победа Он был певцом, кумиром молодых Кому он в песнях душу Исповедом Сергей Владимирович Михалков Известный детский писатель Общественный деятель Действительный член Академии Педагогических наук СССР Герой соцтруда Михалков – создатель текстов Гимна России Новая редакция 2000 года Главный редактор сатирического Киножурнала «Фитиль» Лауреат Ленинской премии Государственных премий СССР В последние годы был Председателем исполкома Международного сообщества Писательских союзов Почетный гражданин городов Пятигорска и Георгиевска В 20-х годах учился В Пятигорской средней школе Номер один, где теперь находится Литературно-биографический музей писателя В разные годы Михалков приезжал В родной Пятигорск, где встречался С земляками, отдыхающими Курорта, молодежью города Учащимися в школах Средних и высших учебных заведений В марте 2003 года Когда вся страна Отмечала 90-летний юбилей писателя В Пятигорской детской библиотеке Было присвоено имя Михалкова С 2005 года на Кавминводах Начали проводиться Михалковские чтения Писатель из Ставрополья и Москвы Умер писатель 27 августа 2009 года Кумир девчонок и мальчишек Писатель с детства всем знаком Что написал немало книжек Входя стихами в каждый дом Дни нашей жизни пролетают Бурлят, как горная вода А дядю Стёпу все читают И помнят детские года И мир, что ярок и прекрасен Нам входит в душу с юных лет И со страниц стихов и басен Глядит светло на нас поэт Его поэзия живая Как детский смех звенит всегда Почти столетие сияет Его счастливая звезда В Пятигорске бывали многие Ставропольские поэты и писатели На Лермонтовских прадниках поэзии Вот Семён Петрович Бабаевский Тоже известный писатель Он вложил Он прожил большую, трудную, славную жизнь И ему я посвятил также стихи И хотел сказать, что его именем Названа одна из литературных краевых премий Вот Послевоенная эпоха С её разрухой и нуждой Хотя все жили бедно, плохо Кипела жизнью трудовой Его романы о станице, о хлеборобах казахах В захлёб читались и в столице И в отдалённых хуторах Но вознесён на гребень славы Он после сталинских времён Не избежал властей опалы И век в забвении кончил он В текучке дел, в потоке будин Не позабыть бы нам того Кто нёс добро и радость людям Как свет и жизни торжество Вот Андрей Теретич Губин Тоже ставропольский писатель Его именем сейчас названа Губинская премия Ставропольская губернаторская премия имени Андрея Губина Он родился в станице Весентукской Пережил оккупацию, войну Написал известный роман «Молоко волчицы» Который был отмечен не только у нас здесь, на Ставрополе Но и именно в Москве Посмертно Шолоховской премией Губин также написал ряд интересных книг Похоронен в Весентуках Ему я также посвятил свои стихи И организовал непосредственно Увековечение его памяти То есть мы поставили памятник На улице Фрунзе 45 Пусть время с кокуном незримом мчится Сметая все в разбеге бесконечном Но тихий дон и молоко волчицы В казачьем сердце жить прибудут вечно Певец казачьего предгорья Как сладкий запах медуницы Как чабреца степной дурман Казачий дух и быт станицы Доносит губинский роман В нем жизнь безбрежная, как море Кипит полна страстей, молитв Людских тревог, надежд и горя Средь ураганных войн и битв Никто так красочно и ярко Не описал предгорный край Эльбрус, нарзан в тенистых парках И балок вешний водограй Чумацкий шлях полночно-синий И скрип арбы, и звон цикад И месяц с запахом полыни Над сонной дремой белый хан Бежит, несется вдаль под комок И шепчет ветлом с резидой Свои неспешливые думы О жизни канувшей звездой Известный детский Ставропольский писатель Александр Ефимович Никимцев Родился 30 августа 1929 года И в этом году ему исполнилось бы 90 лет Я был лично знаком с этим писателем И он был моим наставником Надо сказать, что он закончил Московский институт культуры И высшие литературные курсы При союзе писателей СССР Отдельные произведения Переведены были на языки народов СССР И зарубежных стран Его детские стихи были высоко оценены Чуковским, Барто Публиковались в журналах Христианка и Мурзилка Екемцев был не только Прекрасным детским поэтом Знающим душу ребенка Но и тонким лириком Певцом природы С любовью воспевающий И родную Брянщину И Ставрополье Ставшей ему второй родиной Пером орлиным я прописан В горах Кавказа навсегда Признавался в одном из своих стихотворений Поэт принимал активное участие В лермонтовских праздниках поэзии В Пятигорске Теме войны Екемцев посвятил свои поэмы «Брянский лес» О героическом подвиге партизан И фронт над облаками О мужественных защитниках Кавказа А также поэму «Города герои» Екемцев лауреат Всесоюзной литературной премии Госкомитета СССР по печати Его имя присвоено Краевой детской библиотеке Города Ставрополя И надо сказать, что чуткий И отзывчивый И вместе с тем требовательный К себе и другим Он поддержал меня как старший наставник Написал, принесывая К моему первому сборнику стихов «Любовь у каждого своя» в 1990 году А также дал рекомендации Для вступления в Союз Писателей Благодарная память о нем Как о человеке светлой души Останется у меня навсегда Похороне Екемцев в 1992 году в Ставрополе Светло в России от берез Покинув сосны вековые Грустя брянчине своей Он пел нам песни о России Светло, как русский соловей И отражались в них, как в росах Лугов ромашковый простор И солнцелитие березы И красота кавказских гор Как на ветру звенящий колос Как в час вечерний скрип колес Звучит его негромкий голос Светло в России от берез Известный поэт России Геннадий Михайлович Колесников Автор знаменитой песни «Тополя» Родился 12 марта 1937 года в Пятигорске Где после войны окончил школу Юность поэта прошла на Волге по Волжье Там он учился в сельскохозяйственном техникуме Там впервые напечатал свои стихи В астраханской молодежной газете Комсомоле «Скаспия» Стихи Геннадия Колесникова Подкупают тонким проникновением В духовный мир современника Многие стихи написаны Во время поездок по стране На молодежной стройке Несмотря на свое тяжелое физическое увечье детства Поэт был жизнелюбив и общителен Исполнен юношеского романтизма И бесшабашности Свои знаменитые «Тополя» На музыку талантливого композитора Григория Пономаренко По воспоминаниям главного редактора Кавказской здравницы Анатолия Красникова Поэт написал в больнице Когда, прикованный болезнью к постели С тоской следил в окно За белой метелью тополиного пуха Тополя Ах, как пела когда-то вся наша страна Песню, что облетела весь свет На японском, французском звучала она На немецком, английском во след Жаль, поэт не дожив Вдруг ушел навсегда В голубой пятигорский рассвет Тополя, тополя Слышу я сквозь года И душа вторит песни в ответ И как в юности вдруг Вы уроните пух На ресницы и плечи, подруг Александр Федорович Мосинцев Известный Ставропольский поэт Родился в селе Китаевском На Ставрополе 1 июня 1938 года Школу закончил в Пятигорске Ту, в которой учился также Известный поэт, автор песни Тополя Геннадий Колесников Ныне гимназия номер 11 С Александром Босинцевым я был Лично знаком Учился у него в литературной студии Молодость при Пятигорском телецентре Откуда вышли профессиональные поэты и писатели Таких как Раиса Котовская Олег Игнатьев Владимир Петров и другие Итоговой и последней Прижизненной книгой Александром Босинцевым Уявился поэтический сборник Чаша Цикуты 2009 год Куда вошли стихи Написанные в последние годы Это книга зрелого мастера Главная тема Судьба родного отечества Раздираемого противоречиями Капитализации Поэта отличает Умение соединить Лирические наблюдения С острой публицистичностью Разговорную речь Со сложной метафоричностью Историю с днем нынешним Полным трагическими событиями Ушившего века Скончался Александр Федорович Мосинцев 6 мая 2010 года В Пятигорске Где и похоронен На его могиле Друзья поэту Установили памятник В 2018 году В 80-летию поэта Вышел сборник Воспоминаний О нем тех, кто его знал Друзей и знакомых Ему я посвятил Стихи мастера Был он в жизни Колюч, даже резок И в делах Поэтических строк Как поэт Правду матку Он резал, что Не каждый вслух Высказать мог Знавший Лично поэта Рубцова С кем в Литвузе Встречался не раз Он ценил Настоящее слово Не терпя В строчках Вычурных фраз Потому Средь писак Бесталанных От него доставалось С лихвой Рифмоплетом Пустым Графоманом Увлеченным Словесной игрой Он был мастер Искусный Умелый Подгонявший Как плотник Слова Так что Спорилось Нужное дело Извинили стихов Кузова Никого В поэтическом мире Он особо Не жаловал Нет Только раз мне признался Ты лирик Настоящий Скажу как поэт В постоянных Раздумьях Тревогах О России Недугом томим Он не зря был Поэтом От Бога Сыну знавшим Себе И другим Широко известный Ставропольский Поэт Иван Васильевич Кашпуров Родился 14 октября 1926 года В селе Калиновском Ставропольского Края Он заслуженный Работник Культуры России С 43-го по 48-й год Служил в рядах Советской Армии В 57-м году После окончания Литературного Института имени Гойкова Вернулся На Ставрополье И продолжил Журналистскую И писательскую Работу Стихи Ивана Кашпурова Выходили В центральных Издательствах Художественная литература Советская Россия Молодая гвардия Военные издатели Переводились на английский Польский И болгарский Языки Народов бывшего СССР Многие годы Кашпуров возглавлял Писательскую организацию Ставропольского Края Был неизменным Он был участником Лермонтовских Праздников Поэзии Пятигорские Его именем Названа одна из библиотек Города Ставрополя На доме, где он жил Установлена памятная доска А на родине Поэта В селе Калиновского В 2006 году Когда отмечалось Его восьмидесятилетие Открыт музей И памятник Певец Степного Ставрополья Он Жаворонком пел В краю Про степь, курган И раздолья И про Калиновку Свою Звучала Песнь его Как повесть Звала Земля К себе Маня И низко Кланялись В пояс Поля пшеницы Ячменя Он Выходил в луга С рассветом Где, вступая Каждый холм Туманы Пахли Гори цветом Душистым Седом Чабрецом Он Пел душой Земля моя Судьба И боль Отцов Ты вечная Ты самая Великая Любовь Заканчивая Своё выступление Обзор Моей книги Знаменитые люди На Кавказских Генеральных водах Я хотел бы прочитать Стихотворение Кавказ Посвященное Великим поэтам На горизонте Горы Громоздясь Взымаются Слепительные И льдистые Сюда Под пули горцев На Кавказ Везли в гибитках Сынных Декабристов Их имена Ущелья Разнесли Своим неповторимым Звонким эхом Здесь Пушки на дороге Привели Вершинам Ранней славы И успеха Столетия шла Кавказская война И Лермонтов Неистовый Поручий Стремительно Пришпурив Скакуна Промчался Здесь Ведя Отряд летучий Кружащийся В миру Как лист Осенний Тебе Кавказ Любовь свою Принес С персидскими Мотивами Есенин Встречая Славы Раннюю Звезду И мудрость Лев Тебя Воспел Другой Вноситель Дум И Дагестана И Дагестана Сын Расугам Затов Благодарю Благодарю Тебя Тебя Тебя